Всем привет, это Арина. Как у вас дела? Мы тут умеряем от жары. Вчера был безумный дождь, враган, скром, молнии и просто потоком купального, просто потоком воды с неба. Я хотела это заснять, но поняла, что я и так промокла просто насквозь за 3 секунды, что было просто не до снимания, не до съемок видео. Вот, а сегодня у нас жарень. Как всегда после дождей и враганов, у нас жарень. Но сейчас чуть полегче стало, потому что вечер, но днём тут жесть, просто как в сауне. То же самое. Выходишь и у тебя просто через, не знаю, 3-5 секунд уже просто вот так вот всё стекает. Вот я раньше была совершенно не потеющим человеком, но в этом году я научилась потеть, ребят. Восьмой год в Японии, я научилась потеть. Это жесть. Так вот, что я хочу сказать. На японский канал я сделала видео, на русский не сделала, потому что батарейки не хватало и времени тоже. Но я продлила визу, ребятки. Причём до этого я получала рабочую визу всегда только на год. То есть я три раза или четыре подавалась. Три вроде бы. И всегда была на год. И вот в этот раз я наконец-то получила больше, чем на год. Причём следующий срок как бы три года, но я получила на целых пять. Я сама в шоке, и три дня после получения визы я реально буквально вот просто, литерали, проверяла визу по нескольких раз в день. Доставала её, смотрела, чтобы просто доставила, что мне не приснилось, что я не кокнулась ни глазами, не поехала головой, мозгом, с примчивостью, а это может быть. Вот. И там действительно написано пять лет. Я проверяла реально, что написано пять лет, и что написано, ну, когда её менять. Вот. В 2029 году. Просто офигенный какой-то срок. Просто, как говорят японцы. Сложно поверить переводится. Вот. Так что я в шоке до сих пор. И теперь только остается надеяться, что я эти пять лет здесь выживу, научусь не выживать, а жить. И с работой всё будет в порядке. Ну, то есть меня увольнять не собираются, и я не собираюсь уходить с моей работой. Мне нравится моя работа. Напомню, я работаю переводчиком игр и тестером по совместительству. Когда нет работы с переводчиком. Но сейчас очень мало запросов на перевод на русский язык. То есть его как бы всегда было не очень много. Но сейчас события, видимо, в мире из-за того, что многие компании ушли из России, им, они сомневаются, нужно ли им делать, добавлять русский язык в локализацию. Поэтому многие просто не делают из-за этого. Ну, просто думают, что если в России они всё равно это не продадут, то и зачем переводить? То есть они не подживают. Как-то японцы, они странно думают. И, например, если они понимают, что... То есть они думают, что Россия — это всё, что было в СНГ, это всё Россия. То есть они там буквально два года назад, они не особо задумывали, что Украина, Беларусь, там, Казахстан — это отдельные страны. Они всех называли это русскими. Вот. А сейчас они наконец-то выучили, что есть Украина, как минимум. И что Россия — это как бы не всё. И теперь они парятся, что так как там ничего сейчас не продать, то над чем русский язык? То есть они не задумываются о том, что часть СНГ стран... Ну, не все, наверное, но часть СНГ стран всё же говорит на русском. Это актуальный язык. Плюс он там входит в топ каких-то там восемь, что ли, языков мира популярных. Плюс там за рубежом русских тоже полно. То есть они как-то этого не запускают. Это займа. Вот. Поэтому как-то сложно всё. Поэтому если вы делаете игры и на русском языке, например, и хотите, например, запустить вашу игру каким-то образом в Японии, вы можете попросить мою фирму, и тогда мы с русским перейдём на японский. Так, кстати, делают сейчас одна американская или канадская фирма. Они недавно релизовали игру. Вот. Они с английского её переводили на разные языки, включая там японский, русский, и каких только языков не было. Вот. Русский там, конечно, ужасный перевод, но не мы его делали, и поэтому не мы его и трогали. Точнее, я не знаю, кто его трогал вообще, но не суть. Вот. Такие вот дела. Вот. А что касается выживания, ну просто деньги нужны, нужны деньги. Сейчас всё дорожает, а зарплата не растёт. Потому что кое-кто ударит деньги страны кое-куда, и в итоге в стране денег нет, всё дорожает, а зарплата платить нечем. Вот. Так что уровень жизни в Японии сейчас катится в трубу. Чтобы там не думали, что здесь высокий уровень жизни и так далее. Нет. Ребят, бедность, бедность грызит этой стране. Если кое-какого премьера этой страны не будем назвать имён, не перевыберут на более адекватного. Потому что пока что он слушает только Америку и не думает о своей стране. Ну, например, я конечно не люблю говорить о политике, но у нас 1 января здесь случилось в Ивате, по-моему, большое землетрясение, там разрушилось всё. Прошло полгода, и вы думаете, что-нибудь там восстановилось? Нифига. Там до сих пор разруха, руины и всё такое. Потому что денег нет, люди восстанавливают всё свои собственные деньги. Тут периодически, ну раньше особенно, тут стояли люди, которые собирали пожертвования на восстановление того района. и всё такое. А государству пофигу вообще, в принципе, ничего не делать там. Ну ладно, это чуть-чуть меня бомбит периодически по этому поводу, что нынешний пример. Лицо в мире ценят больше, чем собственных жителей и собственных странок. Ну, в общем, я не люблю политику, я стараюсь с вами не лезть, особенно на ютубе и так далее, потому что это чревато не только столкновением мнений, как говорится, но и просто баном от ютуба. Такое тоже бывает. Вот. Так что, что я хотела сказать? Я продлила визу, я остаюсь здесь ещё на 5 лет, если ничего не случится с моей работой, и поступлением денег, если здесь всё ещё будет можно хотя бы выживать, то я здесь ещё на 5 лет. Поэтому, если кто приедет в Японию и захочет встретиться, давайте. А также, если меня смотрят те, кто русский Японии, если вы хотите сделать видео со мной, появиться на моём канале, например, для интервью, как я делала раньше с Мария Лан, и с ещё кем-то, с лисичкой. Вот. Как я с ними делала, могу сделать с вами. То есть, если у вас есть каналы, то можно сделать взаимно. Если просто без канала, но хотите попасть в ютуб, так сказать, то пишите. Из-за рубежа тоже можно, но это будет по скайпу, и надо будет думать, как это снимать. Всё дело. Ну, в принципе, я не пора. Единственное, что это бесплатно совершенно, и на уровне спасибо и, там, не знаю, гордости, что мама её в ютубе, потому что мой канал не приносит никакой мотивизации, у меня и подписчиков-то толком нет, но такие видео заходят, поэтому, возможно, благодаря вашему видео, как бы вашему появлению на моём канале, я чуть-чуть смогу расшириться и помочь вам, если... Ну, это так, как бы, просто минутка рекламы за кто хочет, так что пишите. Ну, и если вам интересно что-то, то пишите тоже. Я думаю, когда у меня появятся деньги, купить эту доску маркерную, вот, и немножко делиться какими-то полезными штуками касательно изучения японского, ну, то есть, что мне помогло, что-то там разобраться и так далее, какие-то словечки захотите, если вам интересно, пишите в комментах, и тогда я буду думать об этом активнее. Если не интересно, тогда тоже напишите в комментах, и я тогда просто забью на эту идею и не буду это делать. Такие вот дела, что-то люди ходят на меня кости, поэтому закругляюсь с видосиком, и всем хорошего дня, в России не знаю как полностью, но в Москве горят тоже жарень, так что берегите здоровье, пейте водичку, живите с этими эрконами, как они там, в общем, берегите здоровье, не поддавайтесь солнцу и все дела. Хорошего дня, всем пока-пока!